Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Спасибо, Боже, за доброе утро! Спасибо за возможность выйти в эфир! Друзья, приветствую всех вас во имя Господне! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья, сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Братья, дорогие друзья, благоставляю всех вас, благодарю Бога Всемогущего, благоставляю Господа за это доброе утро, за этот эфир, за возможность такой выйти в эфир. И сегодняшним утром я размышляю, продолжаю размышлять над теми словами из Писания, которые провозглашал воскресение на богослужение здесь, в Киеве, на Рыбальском. Здесь, да, в Доме культуры, в Кузне на Рыбальском, там собирается церковь, Иисус Христос, Путь истинной жизни называется. Это мои друзья, вот, и я с превеликим удовольствием делился там словом, жаждущие сердца, любящие сердца, вот, и благодарю Бога. И за пастора Геннадия Григоряна, и за его дом, за его помощников, за друзей его, которые мои друзья тоже. Слава Богу. И делился словом именно Господь наш, есть воскресение и жизнь. В общем-то, да, уже 16 лет живу я этим словом, живу этим откровением, живу этим посланием любви божественной. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Утешителю Дух истины. Ты, что везде пребываешь, и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, Аллилуйя, И очистил нас от всякой скверны, Аллилуйя. И ты спас благой души наши. Слава тебе, Боже, слава, 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 слава. Благодарю тебя, Господь, за это доброе утро. Боже, благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. Боже, благослови сегодня нашу эту утреннюю молитву, как фемиам, как благоухание к престолу славы. Благослови моих братьев и сестер, Боже, все, кто подключился, подключается к этой трансляции с утренней молитвы. Боже, и ты действительно есть воскресение, и ты есть жизнь. Ты есть воскресение и жизнь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Братья и сестры, он действительно есть то, что он есть. Он есть тот, кем он себя и называет. И он назвал себя... В Библии много имен. В Слове Божьем мы читаем много имен, которые Господь, титулы эти, наименования, в которых Господь себя показывает, себя являет таинственным образом, удивительнейшим образом. И в каждом из этого имени, в каждом имени его, в каждом его титуле, как бы его вот наименовании таком, да, характеристикой его, есть его как грань божества, есть удивительное что-то, что-то удивительное и просто уму человеческого непостижимое, радостное, доброе, хорошее. Спасибо, Боже. И вот в Евангелии Атеана, в 11 главе, 25 стихе, вот это удивительное, хорошее, доброе, «Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет». Вот эти слова. Воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Вот этих 16 лет последних я стараюсь постичь вот эти слова, эти имена его. Стараюсь погрузиться в них, стараюсь погрузиться в Господа. Вот, и Он в меня погружается, я в Него погружаюсь. И просто восхищаюсь. Чем дальше, тем больше. Просто тем, что Бог открывает. Действительно, Он есть в воскресенье и жизнь. Вот, и на вас, дорогие друзья, тоже провозглашаю эти же слова. Воскресенье и жизнь. Аминь. Воскресенье и жизнь. Спасибо Господу. Вот, и здесь из Нового Завета еще прочту Евангелие от Луки, 8 глава, фрагмент небольшой прочту. Кое-что проясняет, Он просто кое-что разъясняет. Для нас верующих очень так интересно объясняет. Говорил притчей Он. Да. В 8 главе, в этой от Луки с 5 стиха Он говорит, Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело корня, влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взойдя, принесло плод старичный. Сие сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот, ну дальше там разъяснение такое Иисус дает ученикам. Ученики же Его спросили у Него, что бы значило притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царства Божьего». То есть, он как раз рассказывает, что вот в таких, как казалось бы, незамысловатых историях, в этих, да, в этих притчах, есть тайны Царства Божьего. Тайны Царства Божьего. Написано, «Опрочем, в притчах так, что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семьи есть Слово Божье. То есть, он сравнивает здесь, да. Семьи есть Слово Божье. Удивительно. Спасибо тебе, Господь. Вот. И то слово, которое говорит тебе Господь в сердце твое, да, в разум твой, в душу твою, то, что является Рэмой. Некоторые думают, что здесь идет речь вообще о Библии как таковой, допустим, да, значит, вообще не совсем так. И так, и не так. Вот. Слово Божье – это то, что именно Рэма, имеется в виду Рэма, которая тебе открыта. Которая открыта человеку. Это не просто Эврика. Да, как греки говорили, да. Вдруг тебя осенило. Да, надо же, какая хорошая мысль. Эврика – это Эврика. Сейчас Эврика, завтра не Эврика. Вот. А Рэма, она всегда Рэма. Она, придя однажды в твою жизнь, вот, она на всю жизнь, на всю твою жизнь, она есть от твоего откровения. Твоя Рэма. Вот. Чаще всего это пережитое слово, которое не просто от ума даже, а от жизни. Слово. И чаще всего это пережитое слово, действительно. Вот. По-разному Бог открывает слово, по-разному. Вот я на служении воскресения, я делился, как Бог открыл мне тогда, 16 лет назад это слово. Вот. Кто не был, или кто трансляцию не посмотрел, то посмотрите, трансляция сохранилась. С флешки, я думаю, что сегодня успею кое-что перебросить, или завтра уже. Ну, на неделе, я, по крайней мере, вот все, что у меня накопилось с этим видео, я уже загружаю. Вот. Вот. Сейчас я загружаю, допустим, вот, киевские, львовские, конца марта, месяц назад, да, то, что, значит, было записано. Сейчас, значит, то, что, значит, вот в течение месяца было записано, я постараюсь сегодня, завтра все загрузить. Вот. Но трансляция сохранилась, можете посмотреть, послушать, как раз там свидетельство об этом, как именно слово пришло в мою жизнь. Это один из примеров, одна из иллюстраций, как слово может приходить в нашу жизнь. Очень по-разному. Некоторые полагают, что здесь идет речь о проповеди, вот, когда ты говоришь, допустим, слово, да, проповедуешь, и, значит, и люди слушают, ну, как бы, кто-то внимательно, кто-то невнимательно, вот, значит, как бы к этому. Это тоже об этом, конечно же, об этом тоже говорится. Безусловно. И такое значение тоже есть этой притче. Но если глубже копнуть, то здесь идет речь именно о тайнах Царства Божьего. Вот в чем дело. И дальше интересно говорится. Вот что значит притча сия. Семьи есть Слово Божье. Упавшие при пути есть, это суть слушающие, к которым приходит, потом приходит дьявол, и уносит Слово из сердца их. Вот, чтобы они не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень, это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, а временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие на тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю, это тот те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Но он опять повторяет тоже, да, имеющий уши, да слышит. Это удивительно. Прошло почти два тысячелетия, да, почти две тысячи лет прошло после этой проповеди, вообще проповеди, земной проповеди Иисуса. Но даже сегодня век информатики, век, когда у нас гаджеты, компьютеры, когда мы на самом деле насыщены, даже перенасыщены информацией, то же самое. Проблема та же. Человек, он и с гаджетами, и без гаджетов, он одинаков. И две тысячи лет назад, там, значит, Усахи, значит, на поле, да, или сегодня в офисе, имеющий нескольких высших образований, и, значит, и полностью компьютеризированный, все равно, имея глаза, не слышит порой человек, а имея уши, значит, имея уши не слышит, имея глаза не видит. Вот. И потому что есть видение, есть слышание, которое от Бога в нашей жизни. И вот пусть слово, я так рассуждаю, тоже молюсь об этом, слово, которое пришло в мою жизнь, пусть оно принесет плод. Пусть слово, которое упало в мое сердце, попало в мое сердце, оно пусть принесет плод. Пусть не будет, как там, в других примерах, там, в этой притче, когда все, либо склевали, либо засохло, завяло, значит, либо заглушилось сорняками, нет, нет, Господь, пусть будет, как вот написано там, как написано, добрая земля, да, написано, это те, упавшие в добрую землю, это те, так значит, кто, услышав слово, шма, да, слушая слово, хранят его в добром и чистом сердце. Вот важно хранить слово в добром и чистом сердце, чтобы оно принесло плод, столицею, да, в добром и чистом сердце. Вот, и, то есть, держаться Господа, опять-таки, получив слово, держаться Господа, держаться его чистоты и доброты. И приносит плод в терпение, тоже важно. Вот, к примеру, слово, которое в 2003 году прозвучало в мою жизнь, вот уже, уже 16 лет в терпении я это слово, значит, сохраняю, храню. Вот, и просто благодарю Бога и молюсь, и тружусь, и верю, просто верю, да, именно верю, что действительно оно так и осуществится. Оно действительно так и сбудется, так осуществится. Потому что, если он посылает слово, то это не просто так. Он слово свое посылает для того, чтобы оно принесло плод, чтобы оно умножилось, чтобы оно сделало свою работу. И просто так, пустым, это слово, оно не возвращается никогда. То слово, которое Бог посылает на землю, то слово, которое Бог дает каждому верующему, то слово, которое открывает нам. и оно не бывает бесплодным. И оно, если мы принимаем и храним его, да, значит, и в доброй совести, да, вот, значит, то оно не бывает бесплодным, оно всегда приносит плод. Спасибо Господу за все. И вот то слово, которое 16 лет назад прозвучало в мою жизнь, вот, это то, что он есть воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Вот, и я до сих пор, я просто размышляю об этом на протяжении этих 16 лет. Молюсь, размышляю, дружусь, вот, но понимаю, это тайна Царства Божьего, что это таинство, что все познание это, все познание я буду иметь как верующий человек только уже в вечности уже. И каждый из нас, каждый христианин, каждый верующий, я думаю, что согласиться с этим, что вот эта вся тайна познания, она будет открыта только лишь в вечности. Но уже сейчас здесь, на земле, просто благодарим Бога за все, вот, постигаем эти тайны Царства Божьего, молитвою, общением с Богом, то бишь, значит, и потому что слово молитва порой, ну, разные значения у людей, да, ассоциации разные возникают. Молитва это общение с ним, общение с ним, разговор с ним, вот, все остальное не молитва, вот, и не просто даже повторение слов, не просто даже когда мы обращаемся какими-то словами своими или чужими, вот, а это разговор с ним, это беседа с ним. И в этой беседе все для нас, для верующих, для верующих, человека в этом все. В этом жизнь наша, в этом, ну, и откровение наше, и все. Потому что именно в этих общениях и приходят в нашу жизнь, ну, будем так говорить, вот эти откровения, это Рема, Рема Божья. Спасибо, Господи, за все. Благодарю Тебя за то, что Ты есть в воскресении и жизнь. Благодарю Тебя и за притчу сию, вот, в восьмой главе, записанную от Луки. Притча о семени, которая есть слово Твое, и которая попадает в почву разную. И мы разные, люди разные, сердца разные, но мы видим, что проблема-то не в семени Твоем. Ты семя свое обрастаешь везде. Слово свое ты даешь для каждого человека, Боже, ты пытаешься говорить каждому, и верующему, неверующему, и религиозному, нерелигиозному, Боже, и внимательному, и невнимательному, и чистому, и нечистому, Боже, Ты всем пытаешься договорить слово, но Боже всемогущий приносит плод лишь те, что, как написано здесь, принимают хорошо, слушают слово, так написано так, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Вот. Услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце. Это 15 стих 8 главы от Луки. Вот. И приносят плод в терпении. Спасибо тебе, Господь. Потому что, действительно, даже вот, обычно в природе, да, я не сельские жители то понимаю, то есть, я жил несколько лет в селе, вот, видел все это, значит, там, ну, и так вот по телевизору, значит, там, интернете, как все это растет, как все это сажается, растет, все взращивается, это, знаете ли, картошку закопали, значит, значит, на другой же день ты же не идешь на огород, там, не выкапываешь ее, там, не проверяешь, а потом на следующий день снова выкапываешь, проверяешь, там, и каждый день, так, если ее из земли выкапывать и снова закапывать, ну, как бы, толку-то, вот, она должна попасть в сердце, да, значит, и храниться там, все, оно пронесет плод, но расслабься, и поливающий, насаждающий, ничто, а все Бог возвращающий, взращивающий, Бог все, поэтому, оно, когда пришло в сердце, просто расслабься, в чистом сердце своем, добром сердце, храни его, и в терпении приносишь плод, удивительно, оно, я смотрел эти программы, наверное, вы тоже смотрели, да, программы, вот, по Discovery, где-то еще там, забыл я, каким-то там каналом, да, короче, где показывали там, о природе, значит, и, как, в такой, да, съемке такой, как бы, ну, ускоренной, показали, как семя растет, как постепенно, там, эти семена, они там пускают корешок, как там, потом у них пробивается, что-то, да, вот, и они, как бы, так интересно, стебелек маленький, из-под земли, раз, чик, и, значит, и земля отпадает, и он из земли, росток, росток этот из земли, он показывается, так интересно, вот, проходит время там, да, там какие-то там недели, недели, она растет, растет выше и выше, поливается, в тепле, значит, да, значит, все согрето, вот, значит, солнышком пригрето, дождиком полито, вот, и удобрено все это, значит, да, земля плодородна, и вот, и потом смотришь, Показываю, там уже колосится целое поле Красотища, конечно Вот, значит, да Как в той еврейской песне поется Поле, русское поле Да, удивительно Да, значит, и действительно В этих полях Я по Рязанской области, по Брянской Особенно по Рязанской области этих полей много насмотрелся Потому что в селах служил Как настоятель храмов Там в Михайловском районе В Милославском районе В каком-то еще Путятинском То есть в разных районах совершенно Рязанской области И везде вот эти поля, там и колосится все Красиво, конечно, красиво смотрится И вы знаете Пусть действительно в наших сердцах Так же вот, как написано здесь Услышав слово Чтоб каждый из нас Хранил написано, как в 15 стихе В добром и чистом сердце И принес каждый из нас плод в терпении Спасибо Господа за все Спасибо Ну и как этот стих завершается Кто имеет уши, слышит, да слышит Пусть наши уши всегда слышат Не просто физически даже уши Это тоже классно, это хорошо Когда что-то начинается со слухом То это проблема сразу Дискомфорт вообще И ты как сам не свой Вот, а глаза Если немного начинает Взгляд мутнеть Что-то плохо видеть Начинаешь Сам не свой Уже восприятие мира другое Вообще Но проблема Вот, значит И пусть глаза физически Будут исцелены Во имя Иисуса Христа Уши физически Будут исцелены Во имя Иисуса Христа Это прекрасно Будьте здоровы Исцелены Вот И Господь исцеляет И благоставляет нас Вот Но еще более важно Еще более важно Чтобы наши внутренние уши Слышали Духа нашего Сердца нашего И чтобы наши глаза Нашего сердца Нашего духа Они видели Это очень важно Потому что 2000 лет назад Иисус Христос Об этом говорил Своему поколению Я убежден Что сегодня Он это говорит Сегодня нашему поколению Говорит всем нам Потому что действительно Вот Люди И сегодня Даже при гаджетах И технологиях Всех И высокой образованности Грамотности Все равно Уши имеют Не слышат Глаза видят Но Смотрят Да глаза видят Но не видят Ими Не видят Правды Божьей Видеть и слышать По-настоящему Это видеть и слышать Бога Видеть и слышать Господа нашего Видеть и слышать Его Рему Это откровение Его Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Царь Вселенной Благословен Бог наш Благословен Господь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе Господь Благодарю тебя За это доброе утро Благодарю тебя Господь Что наши глаза Открываются К видению Наши сердца Открываются Боже Во имя Иисуса Христа Слышать Тебя Видеть себя Господь Чистым сердцем Лишь это можно Господь Действительно Боже Пусть наши сердца Боже Действительно Наша чистота Наша праведность Это ты Господь Боже Максимально Христосентрично Боже Живя Мы действительно Можем И слышать И видеть тебя Братья Сестры Братья Дорогие Действительно Наша чистота Сердца Чистым сердцем Они Бога Узрят И наша чистота И праведность Это сам Господь Иисус Христос То есть Христосентричность Должна быть То что Называем мы Взирать на Христа То что мы Называем Действительно Общение с Богом И чем больше Взираем на Него Тем лучше Мы видим Образ Божий Спасибо тебе Господь Спасибо Спасибо И друзья Совершим сегодня Хлебопреломление Причастия Евхаристия Вот И Давайте Сделаем это вместе Кто присоединился Сейчас К эфиру Или потом Кто в записи Потом будет смотреть Тоже Пожалуйста Присоединяйтесь И совершите Тоже причастие Я знаю Что некоторые Допустим Потом подключаются Вот Даже на другой день Там и совершают Причастие Вот сейчас У меня здесь Остатки халы Плетенки Шабатней Еще с субботы Осталось Вот у меня Много Вот И Да Компот у меня Вот Сварил Здесь Обычно Либо просто Вода Либо сварю Бывало Что у меня Просто Гроздь винограда Допустим Раз там Сварил И все Немного Компота Или же сок Ну На шабат Даст Бог У меня будет сок Уже Вот значит Хороший сок Вот Господь благословит Вот А пока Вот то что есть Тем и Совершая причастие Евхаристию Вот Потому что Причастие Хлевопреломления Это то что Наше рассуждение Самое главное В этом Наше рассуждение О теле крови Господа нашего Иисуса Христа Наше размышление О нем И Сегодняшнее Размышление Мое О нем Это то что Он есть В воскресении И жизнь Сегодняшнее Мое размышление О том что Я имею глаза Физические Уши физические Спасибо Богу За это Что мои глаза Видят Мои уши Слышат Я воспринимаю Мир Ими Но Я Наипаче Благодарен Богу За Глаза Моего сердца И уши Моего сердца Моего духа Мои души Которые Открываются Для Видения И слышания Бога Для Видения И слышания Слова Божьего Для Того чтобы Хранить Сердце Своем Добрым И чистым Как написано Здесь В 8 главе От Луки 15 стихе Добрым И чистым Сердце И Способность Рождается Приносить Плод В терпении Спасибо тебе Господь За слово Твое Которое Приходит В нашу жизнь Над которым Мы размышляем Которым Мы живем И движемся И существуем Благодарю Тебя Господь Бог мой Слава Тебе Благослови Сегодня Хлебопреломление Причастие Евхаристию Благослови Сегодня Господь Нас Быть Причастниками Божеского Естества Этим Утром Обновляется Милость Твоя И самое Великое Твое Обновление К роду Человеческому Это Богопознание Когда Мы Познаем Тебя А Ты Познаешь Нас И Познал Господь Своих Печать Духа Святого На Человеческом Естестве И Важнейшим Элементом Здесь Является Размышление О теле и крови Господа Нашего Спасителя Иисуса Христа Спасибо Тебе Господь За все Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Налейте Себе Тоже Соку Возьмите Или воды Налейте Просто Даже Вот Возьмите Хлебушка И Помолимся Вместе Друзья Благодарю Тебя Господь Благоставляю Великое Имя Твое За Любовь Твою Ты Доказал Свою Любовь Тем Что Отдал Свою Жизнь Отдал Себя За нас Свою Кровушку За нас Пролил Ты Доказал Свою Любовь Тем Что Умер На кресте И Воскрес Ради Нашего Оправдания Ибо Един Бог Дамы И Господа Братья И Сестры И Един Посредник Между Богом И Человек Человек Христос Иисус Предавший Себя Для Искупления Всех Всех И Вся Для Искупления Всех Абсолютно Всех Без Исключения Любовь Христа Безмерно Велика Начала Нет И Льется Как Река И Как Волна Лапзает Берега И Глубока Светла И Широка И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли Им Надежду Надежду Вечно Жить И Как Спаситель Всех Людей Любить Приди Скорей Скорей Тебя Он Ждет Давно Стоит У Каменных Ворот Стучит К Тебе Открой Уже Пора Прими Любовь Без Злато Серебра И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли Им Надежду Вечно Жить И Как Спаситель Всех Людей Любить О Если Б Знал Живущий На Земле Любовь Христа Лишь Ею Дышат Все И Если Бог Любовь Отнял На Миг То Этот Мир Давно Уже Погиб И Если Б Не Было Любви Любви Христа Мы Б Не Смогли Им Надежду Вечно Жить И И Как Спаситель Всех Людей Любить Спасибо Спасибо Тебе Господь Святой Спасибо Спасибо За доброе Утро Спасибо Милость Твоя Обновилась Господь К роду Людскому Спасибо Тебе Господи Спасибо За милость За Отцовскую Любовь За то Что Ты Единственного Сына Пролил Святую Праведную Кровь Благодарю Тебя Господь За То Великое Чудо Что Ты Совершил Две Тысячи Лет Назад Искупив Род Людской Искупив Своё Творение Пролив Свою Кровушку За нас Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Великий Бог Мой Слава Тебе Благословен Бог Наш Царь Вселенной Отдавший Жизнь Свою За нас Кровушку За нас Проливший Спасибо Тебе Господь За Кровь Христа Благословен Бог Наш Давший Нам Хлеб С Небес Иисуса Христа Праведника Агнца Своего Искупителя Нашего Господа Нашего Спасителя Моего Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Тело Иисуса Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Примите Ешьте Братья Сестры Кровью Иисуса Христа Телом Его Ломимом Я Спасен Навеки Я Божий Сын Дитё Божье Прощен Две тысячи лет назад На Голгофском Кресте Совершилось Моё спасение Все мои грехи Неправды Всё 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 Полностью Я омыт Кровью Агнца Божьего То что было Есть Будет Полностью Очищен И теперь могу В добром И чистом Сердце Приносить Плод в терпение Спасибо тебе Господь Благодарю Тебя Что кровью Иисуса Христа Телом Ломимом Сына Твоего Единородного Твоего Я Исцелен Ранами Твоими Господь Машиах Мессия Христос Помазанник Я Исцелен Милостью Прощен Благодатью Спасен Спасибо тебе Господь Аминь 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 Тело Христа Кровь Христа Спасибо 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 Тебе Господь Спасибо Спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Вот это местописание Хочу сейчас обозначить Для вашего тоже размышления, братья, сестры Сейчас я его выставлю здесь, в этой трансляции Как раз момент причастия хочу Об этом Вот так вот А упавший на добрую землю Аллилуйя Упавший на добрую землю Так, и в комментариях здесь Чтобы люди, когда заходят Допустим, даже будут заходить потом уже После трансляции, чтобы Под этим видео видели это место из Писания Очень хочу, чтобы оно было на виду Потом будут другие комментарии, конечно, но чтобы это местописание было Увасвечено сразу А упавший на добрую землю Это те О, да, я этот человек Да, аминь Мы эти люди Да, на добрую землю Я добрая земля Мое сердце добрая земля Да Услышав Слово Божье Я храню в добром и чистом сердце Аллилуйя Аллилуйя Слово Божье храню в добром и чистом сердце И приношу плод в терпение Я имею уши И я слышу Слышит раб твой Сын твой Друг твой Благодарю тебя, Господь За жизнь мира ты отдал свою жизнь Слава тебе За новую жизнь Вечную жизнь Аминь 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 Спасибо тебе, Господь Спасибо, драгоценный Спасибо, спасибо, спасибо Люблю тебя очень Спасибо Ты самый хороший Ты самый добрый Самый умный Самый красивый Спасибо 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 Размышляю над этим словом И завершаю сегодня эту просляцию Как раз этим же словом Он есть воскресение, жизнь Дамы и господа Братья и сестры Христос и Иисус Спаситель Дух Святой Утешитель Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца Общение Святого Духа Пребудет со всеми вами Благоставляю вас Благословением священническим Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аллилуйя Спасибо тебе